Продолжаем зарядку после того, как мы встали с кровати, сделали лёжа, разминку. Мы переходим в разминку стоя. И сейчас будет разминка направленная на руки, колени, хорошо, бёдра и самое главное шею. То есть смотри, шею, если больная шея, нельзя разминать, начинать шею никогда. То есть ошибка всех людей в чём составляет. Шея заболела, начинают крутить. Крутящие движения вообще запрещены. Шея, суставы, заначиваются. И мы всегда начинаем разминать корпус. Встали мы, сделали мы лёжа, теперь встали мы, потянулись. Обязательно ножки вместе. И тянемся вверх. Оп, хорошо. И отсюда мы переходим в повороты. Расслабить руки. И покрутить корпус. Чтобы вот здесь вот скруточка произошла. Соединенные же живота скрутились. Теперь постепенно ручки складываем в грудной отдел. Голова обязательно идёт через заключение. Отсюда плавно переходим в повороты вот такие. И в другую сторону. Сейчас я научу, как правильно голову скрутить. Поворотики. Это в принципе, я не знаю, в боксе есть, везде есть. Во всех есть, да? Теперь более сильно вот мы должны растянуть плечи. Вот эту вот сторону, заднюю сторону плеч. То есть каким образом? Вот. Локтём хотим туда. И головой смотрим. За локтём. Головой смотрим на локоть. Это более сильное чувство, что теннис вот эта сторона трапецией, да? Вот. Теперь разогреваем очень сильно плечевой пояс. И начинаем. Давай так, встань. Так. Начинаем. Плеч. Вот сейчас мы разминаем плечи. И трапеция разминается. Лестничная третья, вторая. То есть ременная мышца головы шеи включается, да? Вот. То есть уже разогреваются мышцы шеи. Вот такие движения. Обыкновенная физкультура. Просто люди ею, как говорится по-украински, нехтулить. Классное слово. Нехтулить. Не прекрасно. А по фисунке забили на эти упражнения. А это очень плохо. Теперь локоточки. Вот. Локоточки, чтобы плечи отдохнули. Кисти. Казалось бы, разминаем кисти, что какая связь с шеей? А есть связь. Потянули теперь вот ручку. Смотрите, голову так не оставлять, рука идет вместе. Да, чтобы ты сам себя не задушил. Еще сильнее потянули дельту. И не-не, вышка вот ровная. Дельта и длина станет. И чувствую шею вот здесь вот. Я когда делаю, вот так, смотри. Вот эта вот мышца сокращается. Чувствуешь? Вот. У меня хорошо чувствуется. Вот. Ветничные мышцы косые. Ну, по этой стороне, да, хватает мне. Ну, там не проблема, потому что слышишь. Так. Теперь разминаем грудную клетку. Ручки вот так, ножки согнули. Вдох, раскрыли грудную клетку. Выдох, крутим. Вдох через нос, выдох через рот. Голову можно не сильно не запркидывать. Есть. Разогреть. Теперь мы переходим к... У нас плечевой пояс хорошо разогреть. Но если мало, кому-то можно еще вот так вот плечами покрутить вперед-назад. Лево-правая шея кручается. Вот это вот можно сделать паровозик-зад. То есть, это решение не будет. То есть, грубо говоря, все вот такие упражнения, которые раскрывают и грудную клетку, и лопаточки, парадички. И теперь мы начинаем переходить к разминке шеи. Вот. Что мы делаем? Вот сюда ставим пальчики. И смотрим, чтобы вот здесь вот не напрягались вот эти мышцы. То есть, мы сейчас будем поворачивать голову, шею. Но не так, как обычно люди крутят. Смотри, плечи стоят, да, а на лоб крутится. А грудится, плечи. Под заследные отростки пальчики поставили, чтобы они не напрягались. Ну, я сейчас не буду говорить, потому что когда говоришь, напрягаются. Вот так. И в этом движении маленький поворот из шеи, вот я делал. Заметно? То есть, это были вот такие низкоамплитудные вот такие вот движения головой. Но мы не крутим, потому что если у кого-то заскок, если у кого-то грыжа или воспаленная мышца, она от боли еще больше войдет в спазм, и еще больше светит под замок. Ясно? Вот. Потом, дальше чего мы начинаем разминку шеи. Обязательно с вытягивания вверх макушечкой. Если не могут без рук, вот так, я вот так вот вытягусь, то с ручками вытянусь, потом руки опустить вперед голову, и подбородок доставим сюда. Еще ниже. Еще ниже. Еще ниже. Еще ниже. Опять вытянутся вверх. Хрустит коз. Хорошо хрустит? Не в боках, а вперед. И вот то, что я вчера показывал, теперь назад мы делаем. То есть, мы его не запрокидываем, а назад. Назад. То есть, подойти на камеру, я покажу людям, какое должно быть движение. Вот так все люди ходят. Нам надо сделать... Нет, встань как по жизни. Вот так по жизни. Нам надо сделать вот так. Видно? То есть, ты должен головой вот так делать. О! Идет проработка. С6, С7, Д1. Чувствуешь, как вот здесь вот ходит все? Даже ниже. У меня под пальцем, да, вот ше. О! Вот это движение надо делать. Все, занимаемся этим движением. Если есть заскок, то оно хрустнет. Помнишь, как у меня вчера хрустнуло? Я делал, помнишь? Все равно же не хрустит. Подожди, не спеши ты в бок. Хочется. Вот это большая ошибка всех, что хочется, а оно еще не подготовлено. Рано. Вот. Сделали. Теперь, как мы наклоняем шею? Вот так. Через ручки и шея наклоняется. Через бок. Тянем, тянем вот эту всю структуру и тянется сейчас шея. Вот поставь мне сюда. Или сам себе. Чувствуешь, тянется? Ага. Вот это правильные наклоны шеи в бок с прогибом всего позвоночника. Особенно важно, позвоночник ровный. Вот так нельзя. Вот ровненько. Вот. Чтобы позвоночник вот так вот, понимаешь? Раскрыли боковые части. И вот эту ручку обязательно вот потянуть сюда. Не на бедро. Это блок, как мы делали в школе. Нет, это блок намешает. Вот сюда. И вот сейчас можешь сильно запрекидывать голову. Тянуть. Объясняю почему. Если мы делаем просто наклоны. Вот у нас позвоночник. Вот седьмой. Вот голова. И ты наклоняешь. Что здесь происходит? Перелом. Ломает. А если вот так, все вместе? Знаешь, работает вся структура в целом. И у нас с седьмой никогда не шевелится. Он там за жарким чистый, первым ребром и всей шеи. С седьмой именно. И мы когда просто голову наклоняем, мы тут ломаем. Мы просто ломаем. А вот это правильные наклоны. Теперь, после того, как мы наклонились, мы уже тут все разогрели. Чушь-чушь, горячее. Мы делаем вот эти движения. Можешь поближе показать. Да-да. Кушать будешь? Не-не-не. Не вперед, как улитка. А, да-да. Да-да. Кушать будешь? Да-да. 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 Вот, как будешь? Нет. Нет. Другую сторону. Нет-нет. Смотри. Сначала в одну сторону, по два раза. Короткий. Нет-нет, это длинный начинает. Покороче. Нет-нет. 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 Зачем это длинный не так? Вот, смотри. Вот, нет, короче. То есть, к этому нам нужно чисто. Ты как будто делаешь колебания головой. И там отключаются все короткие мышцы, особенно мышцы между атлантом, вторым и челюстом включаются. И вот здесь, грудино-ключично. Социативильная, подъязычная, все они включаются. У нас подъязычная мышца, вот чем ее не разминает. И некоторые, когда широко рот откроют, то она же сводит. Вот это движение ее разминает. Вот это длинное ее не разминает. Длинное. А вот короткое, смотри, посмотри, как напрягает. Возьми короткий. А теперь сделаю такое же самое длинное движение. Она просто вот работает, но вообще не напрягает. Еще раз. Да-да. Да-да. По чуть-чуть, их много не надо, будет глава. Теперь мы тянем, как мы лежа тянули. Она у нас уже лежа разогрета после пробуждения. Вот. Обязательно ручки контролируем. С корпусом только. О, голову не тянуть без корпуса. Ого. Сам себе мануальный терапевт. Правда? Да, правда. Шкрутил сам, сам виноват. Ха-ха-ха. И больше можно помнять. Слышно было? После хрусты тем не устал. Сильно мне надо было так будет. А теперь вытягивайте шею. У кого больная шея, какие-то грыжи, протрузии, те это упражнение, вот это только, только что я показал, не делают. У меня уже шея аж вся горит. А вот теперь мы делаем вращательное движение. Вот аж сейчас мы к ним перешли. Опять же, показываю, как. Не так, вот. Видно? С6, С7 на месте. Видно? Более активно. То есть мы маховик даем корпусом, а голова по инерции такой, ясно? Угу. Если корпус стоит, груди, столько голова, в С7 перелом происходит. Просто изнашивание сустава и нагрузка. А так очень хорошо прорабатывается. Поставь вот мне на вот выпирающий позвонок пальцы. Чувствуешь, как оно ходит все под пальцами. А теперь я проверяю свою шею. У меня вначале, вот до разминки, вот здесь хрустело. Помните, как я говорил? Вот все, не хрустит, шея хорошо ходит. Вот. В конце, как всегда, подтягиваемся. Вот. И можно размять, доделать ножки. Вот, хорошо. Еще и грудной у меня только что прохрустел. Я выгнулся, вот так, Дима. Вот, смотри, классно. Вот. И пропустил он здесь, на рубом. Сами себе утром отрегулировали функциональные блоки позвонков. Вот такое хорошее упражнение. Погутягиваем поясничку. Без ее не. Сейчас покажу, боком встану. Спинка ровненько, с бедра уперлись. И тянем. Вот так. В бока ручки можно вытянуть хорошо. Не знаю, как у вас. У нас всегда было на тренировках вот так поскакать. Расслабить все тело. Ну все. В принципе, на этом закончили. Вот. Если кому-то ручки там дотянуть можно, но я это уже показывал. Сейчас самое главное было, как шея, горячо? Горячо. Хорошо стало? Да. Можно будет. Горячо. Можно сейчас. Ооо. Да, действительно, аж горячее. Смотри, как шея горячая. А здесь даже под одеждой не горячая. Вот. Это мокрый. Не, ну здесь вообще хорошо. Все, в принципе, на этом зарядку закончили. Это как бы дополнение к тому пробуждению. Желаем вам успехов.